Женщина по имени Стэйси Абрамс выступила с критикой ежегодного послания президента. Абрамс не чиновник. Бывший законодатель из Джорджии, она проиграла на последних выборах губернатора этого штата. Тем не менее, партийные лидеры явно имеют на нее большие планы. В ее речи не было ничего особенного, в основном она говорила о себе. Куда более интересно, ее статья в последнем номере журнала Foreign Affairs. Статья называется «Политика идентичности укрепляет демократию». И если вы хотите понять, что демократы уготовили нашей стране, вы должны ее прочитать. Абрамс училась в Ельской школе права, так что читать статью довольно трудно. Она написана скучным академическим языком, который считается признаком эрудиции среди нашей образованной элиты. Множество бессмысленных прилагательных, очень мало фраз по существу, но суть все же вполне ясна. Цитата. «Признав идентичность», пишет Абрамс в заключении, «американцы будут иметь больше шансов стать единой нацией». Задумайтесь об этом на секунду. Чем меньше у нас общего, тем сплоченнее мы будем. Так ли это? Конечно нет. Это абсурд. Даже Стейси Абрамс не верит в это. Никто не верит. Абрамс даже не считает нужным обосновать этот тезис, объяснить, как именно политика идентичности объединит страну. Стейси Абрамс явно не стремится к единству, как раз наоборот. Она предлагает жесткое разделение. Основная часть статьи Абрамс посвящена идее объединения так называемых угнетаемых групп общества против доминирующих. Так какие группы второстепенные, а какие доминируют? Это немаловажный вопрос. Это единственный значимый вопрос политики идентичности. Все зависит от того, кто жертва, а кто угнетатель. Вот и все уравнение. И Абрамс дает очень четкий ответ. Угнетаемые — это, цитата, женщины, коренные американцы, афроамериканцы, иммигранты и ЛГБТ-сообщества. Доминирующие — это все остальные. Итак, сделайте вычисление. Это всего лишь одна группа. Вы точно знаете, кто это, как и Стейси Абрамс. Эти неназванные люди, говорит она, несут ответственность за страдания всех остальных, и нам нужно свергнуть их. Она использует языки насилия и войны, описывая следующий шаг. Цитата. «Политика — наиболее эффективный метод восстания». Восстание. Во время восстания гибнут люди. Такова его природа. Стейси Абрамс это знает, но хочет восстания и не скрывает этого. Такая демагогия имеет смысл только в случае, если ваша единственная цель — победить на выборах, и вам плевать, что будет потом. Таковы современные демократы. Демократическая партия — это крайне нестабильное объединение групп, многие из которых имеют противоположные интересы и цели. Это не естественная коалиция. Не факт, что эти группы всегда будут голосовать за одних и тех же кандидатов. Единственный способ объединить эти разобщенные группы — создать общего врага, с которым они будут бороться. Ты один из нас, если ненавидишь этих людей. Такой план часто работает в краткосрочной перспективе, как работали около сотни лет законы Джима Кроу, поэтому его до сих пор применяют. Проблема в том, что эти люди, эти доминирующие группы, по словам Абрамс, не какие-то иноземные захватчики. Они ваши сограждане. У вас не должно быть ненависти к ним, желания навредить им или устроить бунт. Они — это мы. Мы живем вместе. Мы все американцы. Вот что важно. Это единственное, что имеет значение. Ни Стейси Абрамс, ни лидера ее партии так не считают. Они думают, что смогут выиграть следующие выборы, призывая американцев ненавидеть соседей из-за цвета их кожи. Возможно, это сработает еще раз. Ну, а что потом, после выборов? Абрамс не отвечает на этот вопрос. Ей все равно. Но мы должны подумать об этом. Никакие выборы не стоят ненависти и разобщенности, по крайней мере, если вы и дальше планируете жить здесь. Выборы в нашей стране всегда сопровождались спорами. Так или иначе, имело место общее согласие. Но что будет со страной, в которой власть распределяется, исходя из врожденных характеристик, таких как цвет вашей кожи или ваш пол? Это и будет политикой идентичности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok